Филиппинский боксер Мэнни Пакеауэ, выигрывавший титул чемпиона мира в восьми весовых категориях. Ответил, как он относится к своим коллегам по цеху. Мексиканцу Саулю Канело Альваресу и представителю Казахстана Геннадию Головкину. Пакмен провел открытую тренировку перед своим грядущим 19 января поединке с американцем Эдриеном Бронером, где один из журналистов задал ему вопрос об Альваресе и Головкина. «Что ты думаешь о Канело и Трипл-Джи? Трипл-Джи хорош и Канело тоже хорош, как и Трипл-Джи. Но Трипл-Джи сильнее, и он парень с крепким характером», — произнес с улыбкой филиппинец. Мэнни Пакеауэ 19 января подерется со скандально известным Эдриеном Бронером, для 40-летнего ветерана поединок с американцем станет 70-м в профессиональной карьере. Но несмотря на возраст и послужной список, во владении Пакеауэ сейчас находится пояс чемпиона в полусреднем весе по версии WBA, и Мэнни завладел, отправив в нокаут Лука Саматиси. Главный редактор популярного издания The Ring Douglas Fisher в своей рубрике «Почта понедельника» согласился с тем фактом, что экс-чемпиону мира Геннадию Головкину будет трудно заполучить победу в третьем бою против Саули Канело Альвареса. Если Трипл-Джи не получил одобрение судей в этих двух близких поединках, которые он, казалось, выиграл, то он никогда не одержит победы над этим парнем. Несмотря ни на что, он стареет. А Канело пребывает на пике формы. Дело не только в том, что Головкин стареет. И заметьте, я считаю его кем-то вроде Майка Макаллума или Бернарда Хопкинса, которые в возрасте за 35 все еще были крепкими и способными побить большинство средневесов мирового класса. А в том, что Канело становится лучше, он прибавляет, и с каждым боем будет показывать все более зрелый стиль, сказал Дуглас Фишер. А как вы думаете, кто победит в третьем бою, Трипл-Джи или Канело? Пишите в комментариях. А мы продолжаем. Боец женского дивизиона UFC минимального веса до 52 килограммов Клиана Виана сумела защититься от грабителя, который пытался отобрать у нее телефон, когда она в Рио-де-Женейро ждала такси. Когда он заметил, что я посмотрела на него. Он сел рядом со мной, он спросил у меня время. Я ответила и поняла, что он не собирается уходить, я уже убирала свой телефон. А он сказал, отдай мне телефон, не пытайся сопротивляться, потому что я вооружен. Затем он положил руку на пистолет. Но я поняла, что она слишком расслаблена. Он был очень близко ко мне, поэтому я подумала, если это пистолет, у него не будет времени его достать. Я встала, выбросила два удара и удар ногой. Он упал. Затем я поймала его на удушающей сзади, потом я усадила его на то же место, где мы были раньше и сказала, теперь мы будем ждать полицию. Оказалось, что пистолет не был оружием. Это была вырезка из картона в форме пистолета. Виана удерживала руку грабителя на болевом, похожем на Кимуру, пока не прибыла полиция. По словам Полианы, полиция сначала доставила преступника в травмпункт и только потом в отделение, где она подала на него заявление, покинув полицейский участок. Полиана призналась, что у нее немного болят руки. Но нет ничего серьезного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok